Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афер телеканала РЕН продолжают новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Главная тема на сегодня – город готовится к открытию курортного сезона 2016. День России. Свыше 8 тысяч зрителей ждут организаторы второго летнего рок-фестиваля в Анапе. Зеленый свет. Движение автомобилей над подземным переходом в станице Анапское открыто. Уже завтра в нашем городе состоится главное событие сезона. Анапа открывает курортное лето таким количеством культурных и развлекательных событий, что сомнений нет. Нашим гостям просто гарантированы отличные выходные. Для тех, кто хочет прикоснуться к истории и узнать славные страницы истории нашего курорта, турфирмы «Анапы» ждут всех желающих на бесплатную экскурсию по историческому центру. Шесть экскурсоводов, представляющих пять туристических фирм, будут ожидать всех желающих у русских ворот в два часа дня. Оттуда они поведут пешие группы по собственным маршрутам. У каждого экскурсовода есть свой увлекательный рассказ об истории города. Программа рассчитана на час. Идея рассказать историю. У нас просто очень часто происходит. Многие люди, наверное, знают больше истории других городов, где они побывали. И очень мало знают историю своего города. У нас очень много сейчас новых жителей появилось. У нас студенты есть, у нас есть пенсионеров много, которые с удовольствием посещают эти экскурсии. А завершит праздник открытие курортного сезона в Анапе феерия талантов. Главное торжество начнется завтра в 21.00 на Театральной площади. Представление у города сказочных легенд обещает поразить воображение. Зрителей ждет увлекательный инсценированный экскурс от далекого прошлого Анапы Гаргипи до прекрасной современности. Ведущими вечернего праздника станут актеры Анна Большова и Максим Колосов. Свои лучшие номера анапчанам и гостям курорта подарят певец и композитор Александр Буйнов, знаменитый театр танца и скушений из Санкт-Петербурга и хор Краснодарского края. В 22.30 небо над Анапой озарится праздничным фейерверком. Затем праздник продолжит шоу «Отжигай». Подробную программу мероприятий на завтрашний день вы можете найти на нашем сайте. А сейчас речь пойдет о воскресенье 12 июня. День России курорт встретит музыкой. Разной, от классической до эстрадной, до молодежной и неформальной. Вчера наши журналисты побывали на репетиции одной из групп участия рок-феста. Алп-метал, грув-метал – неподготовленному человеку эти названия жанров и под стилей рок-музыки ничего не скажут. Но вот настроена аппаратура, готовы музыканты, и в маленьком гараже становится тесно. Энергетика этих ребят захватывает. Музыканты группы Critical Effort репетируют. 12 июня им зажигать сердца с главной сцены курортной Анапы. Коллективу два с половиной года. Турне с известными московскими группами и собственные гастроли – все это у них уже есть. Трамплин нужен молодым. То, что будет в ближайшее время, это 12 июня на Дне России, это повторяется уже второй год. Я считаю, что это очень хорошая практика выхода на сцену молодых музыкантов, достаточно перспективных, достаточно интересных. То есть это поможет неформальной субкультуре развиться в Анапе. Первый рок-фест, который состоялся в Анапе на День России в прошлом году, стал успехом нашей молодежной тусовки. Идеологи проекта Управления по делам молодежи и в этом году не сомневаются. Они вдарят рок в Анапе. Я думаю, что это хорошая традиция для нашего города, потому что это молодая традиция, я так скажу. Но мы будем усовершенствовать и приглашать более известные группы. Из Анапы будет шесть участников, остальные будут из города Краснодара. Эти ребята к нам приезжали уже и в прошлом году. Естественно, как только они узнали о том, что в этом году у нас проводится этот фестиваль снова, все отозвались и с удовольствием примут участие в этом фестивале. Итак, встречаемся 12 июня в 8.00 на Театральной площади. Хватит сидеть в соцсетях, Родина зовет. Тем более, как говорят ребята, мнение, что рок-тусовка – это место, где господствует алкоголь, уже давно неверно. В рок-движухе больше опора идет на ЗОЖ, больше какая-то опора идет не на такие ценности, типа я пойду на концерт, накидаюсь, напьюсь и так далее. А больше на такие вещи я пойду, послушаю, с друзьями пообщаюсь, классно отдохну. Открытие памятника великому полководцу Александру Суворову также запланировано на 12 июня в поселке Суворово-Черкесский, где служил будущий фельдмаршал, командуя кубанским корпусом на укрепление Кавказской линии. Возвели памятник общими усилиями, всем миром, что называется. Жителям поселка совместно с администрацией Анапы при поддержке депутатов и местного казачества удалось реализовать этот проект. Официальная торжественная церемония открытия назначена на 12 июня в 16.00 в парке поселка Суворово-Черкесский. Приглашаются все желающие. В Анапе все готово к приему отдыхающих, в том числе и одно из главных достояний курорта пляжи. Такой вывод сделала специальная комиссия из депутатов, представителей городской администрации и сотрудников МЧС. Они прошли по побережью, оценили готовность инфраструктуры, отметив, что отдыхающих на пляже ощутимо больше, чем в июне прошлого года. Почему столько мало теневых навежут, почему дети лежат у вас на песке? Вера Степановна, нас подвел подрядчик, мы только устанавливаем. Мы же меняем новые, ставим. Ну хоть старые поставьте. Депутаты, представители администрации и спасатели, как говорят, они сами сверяют действительность информации, которая содержится в отчетах о готовности пляжей. Ее предоставили предприятиям санаторно-курортного комплекса. Комиссия осмотрела медицинские и спасательные посты, инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями. Вывод – в целом все пляжи города-курорта готовы к приему отдыхающих, в том числе самых юных. Пляжи готовы. Есть, конечно, какие-то недочеты, мелочи, но это рабочие моменты, которые в процессе будут устранены. Пляжи стали более ухоженными, появилось новое оборудование, которое отвечает уже современному классу, современному уровню. Так что, да, конечно, изменения видны в лучшую сторону. Это, прежде всего, новые навесы красивые, новые лежаки, новые горки, на которых люди могут кататься. Официально курортный сезон откроют завтра, но уже сегодня визуально отдыхающих на пляжах Анапы больше, чем было в прошлом году на эту же дату. В прошлом году было народу меньше, несмотря на то, что сейчас прохладно, показывает практика, идет активное бронирование сейчас на курортный сезон, на день, это открытие курортного сезона, заезжать должны много гостей. Реально в центре города, в Витязево-Пионерском проспекте, мест просто нет. Именно в том секторе, который прошел классификацию, скажем так, это от двух звезд и выше. В минувшем году в городе-курорте отдохнули 3,2 миллиона человек. В этом году ожидают более 3,5 миллионов отдыхающих. Сегодня открыли дорогу над подземным переходом в станице Анапская. Отделочные работы внутри объекта завершат еще через пару недель. Как сообщалось ранее, строители столкнулись с определенными техническими трудностями. Администрации подчеркивают, что главное в этой ситуации обеспечить безопасность жителей и гостей города-курорта. Движение автомобилей над подземным переходом открыто. Рядом складируют плиточный клей. Уже начата внутренняя отделка. Предстоит облагородить около 1 тысячи квадратных метров. Пешеходы пока будут переходить дорогу, как и раньше. Для этого нанесли временную разметку зебры. В администрации говорят, что уже через пару недель подземный переход сдадут в эксплуатацию. Переход мы откроем в самый крайний срок 30 июня 2016 года. Это самый крайний срок. С учетом благоустройства, которое делается вот здесь, рядышком тротуары и так далее. То есть 30 июля мы будем уже открывать пешеходный переход. Я хотел сказать слова благодарность именно инвесторов. Несмотря на сложную ситуацию, они выделяют финансовые средства для завершения этого объекта. Это спасибо Виктору Казачевичу Пударину. Строительство пешеходного перехода в Анапске идет с февраля текущего года. Как уже сообщалось, оно затянулось по техническим причинам. Весенние дожди заполнили только что вырытый котлован. Воду пришлось откачивать. Кроме того, необходимо было дополнительно укреплять стены из-за подвижности грунта. Переход является серьезным инженерным сооружением. Там предусмотрено и серьезное водоотведение, водопонижение. Кроме того, предусмотрено для людей с ограниченными физическими возможностями лифт, подогрев ступеней, чтобы не было замерзания ступеней зимой. В городской администрации подчеркивают, что основная задача – обеспечить безопасность пешеходов и комфорт автомобилистам. А в итоге – построить переход, который будет исправно служить десятилетиями. По сообщению Кубани Энерго, в связи с проведением ремонтных работ, будет частично прервано электроснабжение. 14-15 июня с 12.00 до 17.00 в Суко, Большому Трише, Киблерове. С 14 по 17 июня с 12.00 до 17.00 в Виноградном, Лиманном, Красном Кургане, Красной Скале, Капустине. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok